Итак, меня зовут Тим Бенни-Пал, я являюсь консультирующим онкологом, работаю я в Лондоне в клинике Сент-Джордж, в университетской клинике Сент-Джордж в Лондоне, и меня попросили рассказать о роли адевантной иммунотерапии в раке лёгкого. Я полагаю, что очень справедливо будет сказать, что Дженнис уже рассказал о том, насколько поменялась терапия рака лёгкого за последние 12-20 лет, надо сказать, что особенно мы говорим о адевантной болезни, и абсолютно точно исторически роль адевантной терапии в раке лёгкого была весьма ограничена. Надо сказать, что вследствие прогресса и в гораздо лучшем понимании биологии рака лёгкого сегодня у нас есть определённые изменения и прогресс в терапии раннего рака лёгкого. Надо сказать, что вот последние руководства, они очень сложны уже, и они отражают полностью уровень той сложности и того сложного понимания самого заболевания, и также диагностирование и стадирование заболевания до хирургического вмешательства. Я не буду вдаваться в подробности, я полагаю, что систему стадирования вы знаете достаточно хорошо, тем не менее, есть определённые изменения, которые действительно, действительно есть изменения, которые повышают, как бы, степень некоторых видов рака лёгкого. Вот, это стандартная карта лимфатических узлов, которые помещаются в таракальной области, я полагаю, что, опять-таки, вы хорошо знакомы с этой анатомией, но именно вот эта диаграмма является ключевой для понимания того, какие пациенты являются операбельными, и какие пациенты у нас являются пограничными, и какие пациенты являются неоперабельными. Соответственно, линия, по которой мы проводим, так скажем, эту линию, это разделение является весьма противоречивой. Прежде всего, мы отличаем здесь узлы средостения от других узлов, и, конечно, здесь обсуждается роль хирургического вмешательства, когда у нас, какова у нас роль химио-лучевой терапии, каким образом мы поддерживаем эту ситуацию, опять-таки, и как мы можем получить самое лучшее преимущество по выживаемости. За последние годы вот эта дискуссия ведётся постоянно и неустанно. Междисциплинарные конференции, которые мы часто проводим в Соединённых Королевствах, я могу сказать, что пять из них были посвящены именно таракальной хирургии, и это очень понятно, потому что в современном хирургическом обществе мы должны очень хорошо стадировать пациентов, которые являются кандидатами для хирургического вмешательства. И вот, прежде всего, мы здесь говорим о центральной области средостения, потому что есть, если у нас Н2 или Н3, то дооперационная оценка является очень важной для того, чтобы избежать ненужного объёма хирургического вмешательства, и также для того, чтобы избежать ситуации недостаточного объёма хирургического вмешательства, которое будет неоптимальным для пациентов. Все наши пациенты, которых мы отправляем на хирургическое вмешательство, и которые являются кандидатами, они, прежде всего, оцениваются с точки зрения рисков и преимущества. У некоторых из них есть определённое количество сочетанных патологий, и, безусловно, с точки зрения операционного вмешательства это очень сложно зачастую. У некоторых может быть также сердечная патология, и, как правило, это пациенты, у которых также может быть хоббл, может быть ограниченная функция лёгких, поэтому это очень интенсивный процесс оценки пациента до того, как мы отправляем его на хирургическое вмешательство, потому что здесь, конечно, есть и процесс реабилитации функции лёгких, большое количество тестов, также нагрузочные тесты и очень точная оценка разнообразных сочетанных патологий. Тем не менее, я могу сказать, что количество хирургических резекций за последние годы в Соединённом Королевстве увеличилось, потому что исторически, надо сказать, уровень был недостаточно, охват был достаточно большой. Это результат лучшего стандирования, гораздо лучшего, так скажем, лучшего обучения хирургов-онкологов, которые работают в тракальной полости, и также гораздо лучшее понимание операционных техник. Также, если мы будем говорить о типе опухолей, то основные цели – это R0 без отсутствия положительных границ, и это R0 очень часто, если оно не достигается, то в этом случае выживаемость будет скомпрометирована. Я полагаю, очень важно понять терминологию, которой мы оперируем в хирургии лёгких. Прежде того, мы должны понимать, что такое неодевантная терапия. Мы уже давно говорим об этих терминах, и надо сказать, что очень часто неодевантная, как правило, это у тех пациентов, которые технически операбельны, и мы даем вам системную терапию до того, как мы думаем о хирургии. И одевантная терапия – это когда системная терапия дается после хирургического вмешательства. Соответственно, есть преимущества, положительные моменты у каждого из этих методов. И исторически в раке лёгкого оба этих подхода были широко применимы. И надо сказать, что было несколько соображений по поводу того, что не было достаточно хорошего ответа на химиотерапию. У некоторых пациентов были, так скажем, пограничные опыты опухоли, и также зачастую, если мы не даем неодевантную терапию, то пациент становится неоперабельным или наоборот. И вот вся эта дискуссия ведётся до сих пор, несмотря на то, что современные подходы к терапии, безусловно, меняют сегодняшние подходы. Если мы говорим о неодевантной терапии, мы чётко здесь понимаем, какой ответ. Но зачастую это не так просто оценить. Если вы суммируете все исторические исследования в области раке лёгкого по поводу неодевантной терапии, они показывают 5-процентное преимущество с точки зрения выживания по одевантной терапии. Это был самый последний мета-анализ 2008 года. Более новый мета-анализ был опубликован в 2014 году. Он покрывал как раз неодевантную терапию, которая показала опять-таки 5-процентное преимущество с точки зрения общей выживаемости. Именно здесь мы говорим о преимуществе химиотерапии как таковой, и именно поэтому мы обсуждаем это сегодня. Когда мы с вами говорим, с нашими пациентами, мы хотим обычно объяснить им, если предстоит пройти хирургическое вмешательство, если им также нужна неодевантная терапия, мы, как правило, им объясняем цели одевантной терапии. Как правило, это связано с микрометастатической болезнью, и мы должны прежде всего говорить о том, что мы химиотерапию используем для того, чтобы, так скажем, убрать остаточные клетки. Но, безусловно, использование иммунной системы – это также очень хорошая концепция. Но если вы об этом задумаетесь, то это, скорее всего, гораздо более сложный процесс, нежели чем 4 цикла химиотерапии. И, как правило, мы можем здесь не всегда полагаться на идеальные исходы, потому что мы должны принимать внимание на более сложные процессы, которые стоят за этим. Если мы с вами посмотрим на исследование EMPOWER 010, это исследование, которое с первичными и конечными точками рассматривало как раз то, о чем мы будем говорить на следующем слайде. Это было РКИ, рандомизированное исследование. Это были пациенты, которые потенциально были операбельными, у которых были опухоли от стадии 1-B до 3-A. Достаточно хороший у них был статус по хирургическому вмешательству, и также у них была ткань, которую можно было оценить с точки зрения наличия ПДЛ-1. Также по гистологии оценивалась адювантная химиотерапия. И затем пациенты были рандомизированы либо в хорошую поддерживающую терапию, либо это резюмап в течение 16 циклов приблизительно в течение года. И это было тысяча пять пациентов. То есть это очень большая выборка, большое исследование. Здесь были также разнообразные факторы, такие как экспрессия ПДЛ-1, также гендер, возраст, возрастные группы принимались в внимание. И прежде всего первичные коичные точки, это безрецидивная выживаемость, а также отменивалась общая выживаемость, конечно, вторичных точек. И через три и пять лет. Также безрецидивная выживаемость оценивалась. Как я уже говорил, это был иерархический дизайн исследования. То есть первые конечные точки оценивались, если они были удовлетворительными, тогда переходились к вторым и третьим конечным точкам. Первое – это была безрецидивная выживаемость. И у пациентов, где была экспрессия ПДЛ-1 в стадии 2-3А, как вы видите из этого весьма загруженного слайда, самый основной момент заключался в том, что у этой когортой пациентов, скорее всего, отражалось действительно… они отражали как раз нашу реальную популяцию пациентов, с которой мы обычно сталкиваемся. И вы видите, что здесь 50% – это не мелкоклеточный рак легкого, что действительно отражает то, что мы встречаем в нашей практике. Большинство из этих пациентов – это была стадия 3А, это было приблизительно 41,1% пациентов. И вы можете увидеть, что около 54 пациентов у них была экспрессия ПДЛ-1. Это достаточно часто встречается, администатическая болезнь, это приблизительно 75% наших пациентов с экспрессией ПДЛ-1. Около 17 пациентов – это были пациенты с мутацией GFR, и также ALK положительный. Если вы посмотрите на первичные и конечные точки по безрецидивной вышиваемости среди этой популяции, то это как раз пациент, у которого была экспрессия ПДЛ-1 в стадии 2-3А. Вы видите очень хорошо из результатов этих кривых, что у нас было серьезное преимущество с точки зрения безрецидивной вышиваемости у тех пациентов, которые получали в качестве одевантного режима от Элазума. И с точки зрения одевантного режима, эти кривые для меня действительно меняют ситуацию, потому что здесь у нас 12 месяцев преимущества безрецидивной выживаемости с действительно значимыми значениями ПИМ. И я полагаю, что здесь у нас очень четкий показатель преимуществ, который, полагаю, изменит многое в будущем. Если вы посмотрите на специфические подгруппы, то здесь у нас есть определенные преимущества, которые получили все подгруппы, особенно пациенты КАЛК-положительные, которых было достаточно мало в этом исследовании. И таким образом перешли к анализу вторичных конечных точек. Это безрецидивная вышиваемость у всех рандомизированных пациентов со стадиями 2-3А. Это пациенты ПДЛ отрицательные. Также вы видите, что здесь несколько меньшее, меньшее, так скажем, менее четкое разделение этих кривых. Это четкий сигнал, который говорит о том, что иммунно-девантная терапия имеет четкие биологические преимущества, и прежде всего они отражаются в анализе по подгруппам. И если мы с вами посмотрим на безрецидивную выживаемость во всей популяции, это была третья конечная точка, которая включала стадию 1-3А и любую экспрессию ПДЛ-1. Вы видите, что здесь кривые, не так уже хорошо. Они все-таки разделяются, тем не менее, есть определенный регион, около 60%, где они почти что сливаются, около 24 и также 36 месяцев. Вы видите, что они ближе друг к другу, нежели чем на предыдущих слайдах. Опять-таки, это четкая демонстрация того, что есть определенные биологические сигналы, которые отражаются на выживаемости. Если вы посмотрите на ранние данные по общей выживаемости, слева вы видите пациентов, у которых было 1% экспрессии ПДЛ-1 стадии 2-3А. Вы видите, здесь нет очень серьезной, здесь есть определенное разделение кривых, но оно статистически не очень значимо. Если вы посмотрите на все рандомизированную популяцию и также на крайне правый слайд, то здесь вы видите, что разделение кривых не происходит. Опять-таки, давайте подумаем о безопасности, о профиле безопасности и также о, надо сказать, что нежелательные проявления шли по тому профилю, который можно было спрогнозировать у пациентов, которым вы даете иммунотерапию при метастатической болезни. Это иммуномедированные события, которых было не так много в процентах, это приблизительно 0,5%. И это, опять-таки, мы должны принимать во внимание, что это та токсичность, которую мы обычно с вами сталкиваемся, когда мы лечим подобную когурту пациентов. Если вы посмотрите на более специфические иммуномедированные события, опять-таки, небольшой процент, и их смогли купировать, и не было значимого количества каких-то дополнительных токсических проявлений. Безусловно, были пациенты, которых все-таки пришлось исключить из терапии. И мы знаем по нашей реальной клинической практике, что действительно есть такие пациенты, которые не переносят иммунотерапию в течение длительных курсов. Но эти пациенты все еще остаются, и в этом исследовании в меньшинстве. Итак, самый основной момент, который связан с этим исследованием, основные моменты, которые мы можем суммировать. Адезлюзумаб – это первый и единственный иммунопрепарат сегодня, который демонстрирует такое значимое снижение рецидивов заболевания. Это пациенты с экспрессией ПДЛ-1, 1% и выше, со стадиями 2-3А, после химиотерапии на слове платиновых препаратов. И также мы видим здесь 34% снижения рецидивов у пациентов с экспрессией ПДЛ-1. Я полагаю, что это очень понятно сегодня, очень четко демонстрирует, что это действительно значимое преимущество, которое дает нам положительные преимущества также и химиотерапии. Я могу сказать, что, безусловно, здесь мы это можем продемонстрировать на гистологии, и по большинству подгрупп, которые были проанализированы в этом исследовании. Это очень важно для нашей клинической практики, потому что преимущество можно продемонстрировать только на небольшой когорте, то в этом случае в практике мы ничего особенного не меняем. Здесь у нас действительно значимые результаты на разных подгруппах. И я думаю, что пройдут еще годы, по мере того, как мы сможем продемонстрировать, насколько серьезно меняется общая выживаемость. Я полагаю, что также мы здесь можем сказать, что очень хороший профиль токсичности у этих препаратов, очень хороший профиль безопасности, соответственно, мы можем его рассматривать в качестве потенциального стандарта терапии. И надо сказать, что неодевантный подход также является очень важным на данный момент. С точки зрения неодевантной терапии у нас много РКИ сегодня, которые все еще ведутся, и мы все еще ждем от них результатов. И я думаю, что здесь у нас ландшафт будет гораздо более насыщенный в течение последующих годов с точки зрения метастатической болезни. Я думаю, что мы увидим много данных, но то, что касается иммунотерапии, она будет иметь свою роль в ранних стадиях. Вот это еще одно исследование, Checkmate 816. Это исследование в неодевантной терапии, поэтому есть определенная разница здесь. Вы видите, здесь выборка 360 пациентов. Это резектабельные опухоли, 358, извините, пациентов. Стадии также пациента с онкогенным драйвером были исключены. И пациенты были рандомизированы в неодевантную терапию, три цикла, или неодевантная химиотерапия, плюс один препарат, Ниволумаб, в комбинации, в течение трех циклов. Пациенты рестадировались, и затем им предлагалось хирургическое вмешательство также с возможностью продолжать неодевантную терапию. Если вы посмотрите на неодевантную терапию, то, как правило, здесь будут другие первичные и конечные точки. Если вы, прежде всего, это безрецидивная заболеваемость, безусловно, это не будет здесь у нас, как правило, первичные и конечные точки, которые будут оцениваться. Поэтому здесь мы посмотрели на уровень патологического ответа. И также, то, что касается, если вы посмотрите на следующий слайд, то в этом случае пациенты, у которых была химиотерапия, и давался Ниволумаб, если вы посмотрите на раннюю стадию, стадию 1b, пациенты, которые достигали полного патологического ответа, их было около 40, здесь очень действительно серьезное преимущество. с четкой разницей по ответу между химиотерапией и Ниволумабом или химиотерапией в монорежиме. И вот этот слайд демонстрирует приблизительно то же самое. Из этого анализа, из этих графиков вы видите, что Нивоплюс химиотерапия до хирургического вмешательства дает нам определенную синергетическую роль, показывает нам симбиоз этих терапевтических подходов для того, чтобы действительно уменьшить объем опухоли, особенно то, что касается стадии 3a. А здесь у нас действительно серьезное снижение опухолевого времени при помощи подобного подхода. И еще раз я хочу сказать, что в последующие годы, я думаю, в обозримом будущем мы сможем отбирать пациентов для неодевантной терапии по сравнению с одевантной терапией. Я полагаю, что это будет действительно очень серьезным моментом обсуждения. И уже не стоит говорить о том, что когда мы говорим об умонтерапии, я думаю, что одевантный ландшафт уже изменился во многом. Мы сегодня включаем огромное количество разнообразных аспектов, потому что если мы используем ремотин в неодевантном режиме, то, безусловно, у нас такие улучшения, что буквально мы все потрясены. И в заключении, то, что касается исторического контекста, у нас было фактически препараты платина в течение четырех циклов в качестве неодевантного режима сегодня у нас огромные ландшафты. Я думаю, что у нас огромное изменение для пациентов с раком легкого. Это был мой финальный слайд. Большое спасибо за ваше время.